Сейчас анонсировали создание очень, я бы сказал, крупного густарева парка, узловая размера 2,5 тысячи гектар. Не страховали вам с таким соседством Рамка-Луга, Московская область, здесь такие сильные регионы-конкуренты, и как вы видите дальнейшее развитие этого парка и в целом строя парка в регионе? Спасибо большое, Максим. Здравствуйте, коллеги. Вы знаете, мы лет 20 назад, 25 назад, когда первые инвесторы стали приходить в Тульскую область, мы размещали их точечно в разных районах региона и подводили для них инженерную структуру. В итоге мы поняли, что это слишком расточительно и рационально, и пришли к мысли о том, что надо создавать какую-то общую промышленную площадку, на которой мы будем размещать компании. И самое сложное было подобрать нужный участок, провести правильный, глубокий анализ, и было принято решение создавать парк именно большого масштаба. Для этого мы очень долго искали площадку, мы анализировали кадровый потенциал, мы анализировали инфраструктурные возможности, потому что большая площадка требует большого количества энергетики, газа и так далее. И самое главное, конечно, кадров. И кроме того, мы также пытались решить проблему развития наших промышленных предприятий, которые существуют на территории Тульской области. Для нас было важно понять, какую отрасль непосредственно на этом участке мы будем развивать, чтобы существующие производители могли как-то взаимодействовать с новыми компаниями и чтобы мы могли создавать новые производственные спочки. Именно исходя из всего этого пазла была выбрана площадка узловой. Она находится на достаточном отдалении от всех других регионов, в самом центре Тульской области, в сердце Тульской агломерации, где у нас проживает более полутора тысяч человек. Мы начали признать, что строительство парка мы не начинали до тех пор, пока мы не нашли якорного инвестора. Потому что идти в поле и строить инженерную инфраструктуру не под кого, это, конечно, очень высокие риски. И поэтому, как только у нас появился якорь, как только появилась компания Great Wall, мы всю инфраструктуру, весь наш маркетинг и продажи этого участка стали затачивать на эту компанию и также привлекать наши турские компании для сотрудничества с ними. Кроме того, хотелось бы еще отметить, что в любом случае, какой бы это ни был индустриальный парк, большой или маленький, очень важен комплексный подход. Потому что инвестор, приходя на ту или иную площадку, он оценивает регион, область в целом. Он оценивает как лояльность власти к бизнесу, так и комфортную и понятную законодательную базу региона в инвестиционном плане. И поэтому мы развивались комплексно и готовили под инвесторы как и законодательную базу, так и площадку. Но вот сейчас мы приходим к тому, что кроме индустриального парка, инвесторы все же интересуются другими площадками. Поэтому для успеха в любом случае необходимо предлагать компаниям различные варианты размещения. Это могут быть как индустриальные парки, так и какие-то, возможно, частные площадки. Спасибо, Анна.